МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости на городском телеканале ЮТВ. Меня зовут Анастасия Панина. Здравствуйте. И вот главные темы. В Стеретамаке из-за подъема воды затопило несколько десятков домов. В Уфе Паодок добрался до кооперативной поляны. Судьбу бурзианской пчелы обсудили на пресс-конференции. Военные обязанных в запасе на два месяца могут призвать в армию. В Уфе появилась еще одна вишневая аллея. В республике началась календарная и завершилась театральная весна. На сегодняшний день уровень воды в реках республики далек от прогнозируемых максимумов. Напомню, пик Паодка службы ожидают в начале мая. Но уже сейчас в воде оказались многие населенные пункты и дороги. В Уфе затоплен еще один участок на улице Заречная в кооперативной поляне. Там жильцы одного из домов направлены в пункт временного размещения. Сейчас противопаводковый штаб работает круглосуточно. Для проведения противопаводковых работ задействовано около 2000 человек, 400 единиц техники и более 100 плавсредств. Также сейчас из-за интенсивного таяния снега произошел значительный подъем уровня воды в старом русле реки Белой. В результате подтопленными оказались более десятка домов в Стерлитамаке. Из числа подтопленных домов оказался участок Алексея Тарасова, который проживает на улице Мирная в микрорайоне Зашкадарье. Мужчина не единственный пострадавший. Из-за увеличения уровня воды в реках Белая под водой оказались и его соседи. Частные дома, которых расположены на улицах Арсланова и Мирная. К большой воде все были готовы. Были готовы люди. Лодки приготовили, сапоги там болотные еще как-то. Подготовились. По-моему, вот вчера говорили, что вроде бы уже все, пассеи кончились. Я проехала, вода на спад идет уже вроде бы. Ничего, ну вода и снега полна в этом году. В этом году поводок уникалин тем, что по времени он начался позже обычного. Основной пик по прогнозам приведется на конец апреля, начало мая. Ситуация 25 апреля прогнозирована была. Почему? Потому что талые воды, которые у нас были, они малыми реками прошли. Теперь у нас идет основной, то есть показатель подъема уровня воды дает сброс наших водохранилищ. Ну, соответственно, 19, 20, 21, 22 были сбросы большие. Поэтому вот в течение трех дней как раз эта вода к нам и подошла. По предварительным данным, единой дежурной диспетчерской службы вода в реках Башкирии еще будет подниматься. Горожанам, проживающим вблизи водоемов, стоит быть внимательными и заранее приготовиться к большой воде. Виктория Александрова, Руслан Габидулин, городской телеканал ЮТВ. Но несмотря на поводок, в республике планируют работы по благоустройству. В регионе назвали города, которые получат средства на улучшение парков. Общая сумма финансирования более 22,5 миллионов рублей. Из них почти 19 выделены из федерального бюджета. В этом году обустроить парки могут в Белебей, Белорецке, Благовещенске, Училах и Кумертау. В Уфе планируют начать реконструкцию парка Кашкадан. Что будет сделано, на оперативном совещании рассказал Ирик Елалов. После реконструкции парка Кашкадан в Белорецке составит по многим домам и коммунам. Здесь предполагается, что у нас бездаводных состоящих, на месте, прокатного, большой кафе. Открытие на этой площадке, он задан на культурные заходы в Белорецке. Проект сейчас дорабатывают московские специалисты. Начать реконструкцию парка Кашкадан планируют в этом году. А мы продолжаем. Уфимцы могут проголосовать за то, чтобы в нашем городе появилась Аллея Славы. До определения победителей осталось всего несколько дней. Акция всероссийская. В ней участвуют более 400 городов. Организована она одним из московских питомников. Всего будет определено 15 победителей в трех категориях. Это мегаполисы, средние и малые города. Высадить планируют 9 тысяч деревьев. За Уфу проголосовало уже около 50 тысяч человек. Пока башкирская столица на последнем месте, но все же входит в пятерку претендентов на победу. На первом месте ожидаема Москва, затем Санкт-Петербург, Казань и Волгоград. Напомним, голосование идет на официальном сайте акции Аллея Славы. Тем временем в Уфе уже появилась еще одна вишневая аллея. Известные актеры, представители власти и общественных организаций высадили молодые деревца в районе санатория Зеленая Роща. Свой вклад в общее дело внесла и наш корреспондент Алина Таюпова. Эта акция проходит с 2015 года. Вишневая аллея уже высажена на территории Дома-музея имени Мажита Гафури. Сегодня на территории санатория Зеленая Роща также сажают 30 вишен. Когда мы еще были студентами ГИТИСа, мы проходили практику в международном фестивале имени Чехова. Ежегодно была такая традиция высаживать вишневый сад, маленький вишневый сад, на котором принимали участие известные деятели культуры, режиссеры, актеры. И мы решили, что такая традиция должна существовать и в Уфе. Однажды, я думаю, что мы выйдем на широкие улицы города Уфе. Какие особенности у театрального дерева? Театрального? Атмосфера, вкус особенный. Когда будешь есть эту вишню, пить компот из нее, в тебя будет вливаться частичка культуры. Деревья – это жизнь, это связь с землей, связь с небом. Саженец вишни от городского телеканала ЮТВ посажу я. Вот так театральные деятели и деятели культуры помогают друг другу в посадке. Скоро здесь появятся именные таблички, а через 2-3 года эти вишни дадут плоды, превратившись в настоящий вишневый сад. Алина Таюпова, Роман Попавловичев, городской телеканал ЮТВ. Далее к другим темам. Не так давно в СМИ появилась информация о массовой гибели пчел в ряде районов республики. Затем было дано ее опровержение. По предварительным данным погибло лишь 20% пчелиных семей, что намного меньше, чем в других регионах. Сейчас у пчеловодов начало сезона и судьбу брендового для нашей республики вида бурзианской пчелы обсудили на пресс-конференции. С 79-го года существовал план породного районирования, которым не рекомендовалось в Башкирии пчел иных пород эмпуляции возить. Но, тем не менее, это нарушалось и будет нарушаться. Поэтому, если мы в ближайшие годы не примем мер, наши пчелы постепенно растворятся в привозном материале. Они будут хуже, упадет продуктивность, выжимаем пчел. Пчелы будут те, которые не приспособлены к нашим медосборным условиям. А в чем особенность Башкирии? В ней сосредоточено треть мировых и половина российских запасов липы. А мед липов один из самых ценных. Поэтому сохранение аборигенных башкирских популяций пчел – это задача экономическая. Наша задача как раз, чтобы сохранить вот эту пчелу, заинтересовать максимально именно материально местное население, чтобы им было выгодно только развивать местную аборигенную пчелу. Это вот как раз государственные программы, субсидии и так далее. Это второй шаг будет. Но без внесения вот этих поправок мы не сможем дальше двигаться. Потому что в законе о пчеловодстве нет самого понятия «борт», «бортевой». Для развития этого направления не может быть и речи, пока мы как определение, как бренд не зафиксируем законом. Военно обязанных в запасе на два месяца могут призвать в армию. Такая информация появилась в интернете в связи с указом Владимира Путина. В документе говорится о призыве вооруженной силы граждан, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев. За разъяснением ситуации мы обратились в военный комиссариат республики. Такие указы подписываются президентом ежегодно. Поэтому ничего в этом сверхъестественного нет. И бояться этого нечего. То есть каждый гражданин, состоящий в запасе вооруженных сил, один раз в три года может быть призван на военные сборы. То есть нечащие. Мы сами не планируем никаких военных сборов в этом году. Поэтому если только будут какие-то крупные военные учения, это уже по плану министра обороны. Сколько они нам скажут, мы это призовем. За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий. В них два человека погибли и пять получили травмы. В Уфе произошло 76 аварий, один человек погиб. Подробности у Ильяса Гумерова в рубрике «Дорожные новости». В 10 часов вечера в Калининском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель микроавтобуса «Форд Транзит», следовавший по маршруту номер 110, допустил наезд пешехода, который шел по проезжей части по ходу движения транспортного средства. От полученных травм мужчина скончался в карете скорой помощи по дороге в лечебное учреждение. 25 апреля в 6 часов вечера автобус, последовавший по маршруту номер 207 на спуске к микрорайону Сипаево, столкнулся с «Мазда Дэми», «Ладой Приоры», «Ниссан Нальмера» и «Сузуки Джимни». В результате столкновения пассажирка автобуса 61-летняя женщина получила ушибы и после оказания медицинской помощи отпущена. И вновь о маневрах без использования сигналов, поворотников и боковых зеркал. Можно было бы свалить на слепую зону, но если вам вдруг понадобилось выполнить поворот, удостоверьтесь, что он будет безопасным. И только после этого крутите баранкой. И вновь подводит спешка. Одни торопятся завершить маневр, в то время как другие не реагируют на моргающий зеленый и уже желтый сигнал светофора. И обратим ваше внимание на водителя «Мазды», который вроде бы и не в пределах. Но один момент. Изначально не успев завершить маневр, он остался уже за пределами стоп-линии. Вернуться же уже не было возможности. Но вот сдать на пару метров назад не помешало бы. Это так. На будущее остальным. А оценить ситуацию в режиме онлайн в нашем городе вы можете всегда на сайте maps.fanet.ru В подмосковном парке «Патриот» прошла историческая реконструкция штурма Рейхстага. Тему раскроет наш гость из Сербии Мирко Здравич в своей рубрике «Из России с любовью». Здраво! В подмосковном парке «Патриот» прошла историческая реконструкция штурма Берлина. Все было дорого-богато. С окопами, блиндажами и военной техникой. Артиллерия, истребители, бронетехника и мотоциклы. За пиротехнику отвечали пиротехники Мосфильма. А за трюки – профессиональные каскадеры. И даже изготовили специальный макет Рейхстага. Сколько? Эти презренные деньги. Почем же взяли Рейхстаг? Информация о потраченных деньгах скрыта от глаз простых смертных. По слухам и информации от некоторых новостных порталов, на мероприятие было потрачено 20 миллиардов рублей. Но это не точно. В любом случае, сумма немалая. Пользователи Рунета пишут, что если это действительно сумма с девятью нулями, то на эти деньги можно было организовать штурм настоящего. Тем более, что само здание Рейхстага, судя по фотографиям в интернете, конструкция, обтянутая клиенткой, не так, чтобы очень сильно похожа на оригинал. Хотя у нас и дома так реконструируют. К приезду важных государственных лиц, например. Выглядит как настоящее. В смысле? По-моему, все это настоящее. Конечно, выглядит красиво, как на картинке. Однако некоторым и приходилось довольствоваться только фото. Патриотизм-то нынче бесплатный, кушайте не здоровье. А вот за билет приходилось отдавать кругленькую сумму. Супер-цена полторы тысячи рублей. Хотя, по словам присутствующих, некоторым пришлось отдавать и побольше. Можете назвать это патриотизмом. Впрочем, пользователи сети восприняли новость неоднозначно. С одной стороны говорят, мы все должны помнить подвиги наших дедов. Поводов для гордости хватает. С другой, у многих встает вопрос, а не пора ли браться за настоящее? Ведь действительно, в России есть что реконструировать и помимо Рейхстага. Дороги в некоторых городах выглядят как реконструкция танковых сражений. А хочется ровных автобанов, как в той же побежденной Германии. И условий жизни для тех же ветеранов хочется таких, как подобает победителям. До скорых встреч! И в завершении выпуска о культурных событиях. 15 спектаклей за 6 дней. Лекции московских критиков и жаркие споры жюри. В Уфе завершилась театральная весна. Фестиваль проходит в республике уже в девятый раз. Чем живет Башкирский театр сегодня, расскажет Алина Гребешкова. В Уфе наступила весна. Театральная. В этом году фестиваль прошел в преддверии трех крупных дат. Это столетия республики, а также вековые юбилеи Мустая Карима и Башкирского театра драмы. 12 профессиональных коллективов из Уфы, Туймазов, Стрель, Тамака, Салавата и Сибая продемонстрировали свое мастерство на театральных площадках города. Мустая Каримба и Зидбигбай Владимир Аножкин. Фестиваль посвящен национальной драматургии. Зрители увидели постановки по произведениям как классиков башкирской литературы, так и современных авторов. Специальный госфестиваль – Московский театральный музей имени Бахрушина. Труппа показала трагикомедию по пьесе Фарида Булякова «Дело святое». Чем живет и дышит современный театр, рассказал критик Алексей Киселев. По его мнению, театр подобен человеческим отношениям, а цель искусства – поиск общего. Что могло бы объединить мир, национальности, страны, города. Потому что на самом деле чаще за пределами искусства обычно происходит поиск, наоборот, ровно противоположных вещей. Что нас отличает от других. Театральная весна для коллективов республики – это экзамен. В течение недели критики, в том числе и из Москвы, обсуждали и оценивали спектакли. По мнению жюри, такие фестивали необходимы театрам, чтобы обмениваться опытом. Есть любопытные постановки, есть поиск. Да, действительно, где-то это несовершенные формы, где-то есть вопросы, где-то есть проблемы. Но, тем не менее, фестиваль показывает, чем мы сегодня живем. Башкирский государственный театр «Кукол». Торжественная церемония закрытия фестиваля «Театральная весна» состоялась на сцене Башкирского театра драмы, где были названы имена лучших из лучших. Мы спорили, у нас было несколько претендентов на номинацию «Лучший спектакль», но выбрали мы спектакль Салаватского театра «Земляки». У нас очень отрадное впечатление сложилось о состоянии сегодняшнего театра. Есть, конечно, какие-то досадные вещи, есть сложности, но все равно в каждом спектакле или работа художника есть, есть ли хороший музыкальный ряд и, как всегда, хорошие актеры. Алина Гребешкова, Никита Бычков, Ильдар Каюмов, городской телеканал ЮТВ. И далее о погоде. По данным сайта метеопараплан.нет, 27 апреля температура воздуха ночью плюс 1, утром 5 тепла, днем воздух прогреется до 14 градусов, а вечером плюс 11. Ожидается ясная и солнечная погода. Весеннего вам настроения. Спасибо, что были с нами. Всего доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»